Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я рад нашей новой встрече на канале Процветок. Давайте поговорим сегодня о таком популярном методе компостирования всевозможных кухонных отходов, как быстрый компост. Когда мы собираем, собираем, собираем в какое-нибудь ведро всевозможные отходы, пищевые очистки там, ну все, что мы можем предназначить для компостирования, затем там раз в неделю, например, вывозим на дачу, или вы, может, вообще в своем доме живете, выкапываем ямку, закладываем туда эти отходы, такое ямочное компостирование, да, непосредственное компостирование на грядках. Давайте поговорим о плюсах и минусах этой технологии. С одной стороны, эта технология является весьма и весьма привлекательной. Почему? Потому что нам не надо строить никаких компостников, нам не надо ничего хлопотать. Выкопал ямку, собрал в короткое время какие-то отходы, ну вот от поездки до поездки на дачу, например. И выкопал яму, туда это все сложил, земелькой приложил, там это само по себе все перебаламутилось, все разложилось, питательные вещества мигрируют горизонтально в почве, потом под весеннюю, например, перекопочку, если с осеннего периода это делать, это все перебаламутилось с почвой, все перемешалось, если вы копаете. Но так или иначе, растения получили доступ к этому питанию. Первый минус, который я вижу в этой технологии, это то, что сразу большой объем, например, объем ведра, закладываемый в почву, приводит к существенному изменению физико-химических показателей почвы вот в этой зоне, ненормальному развитию микрофлоры, ненормальному развитию почвенной биоты, ведь там начинает выделяться сероводород, там начинает выделяться аммиак в большом количестве. И в какое-то время, вот когда идет активное разложение, вот здесь вот эта почвенная биота, те же дождевые черви начинают страдать, особенно в том случае, если там достаточно много какого-то белкового продукта, да, там остатки молочных продуктов, хотя они тоже могут туда закладываться, ничего страшного. Выходом из этого положения является закапывание вот этого ведра отходов не в одну яму, а, например, в 2-3, то есть в небольшом количестве. Подкопал, положил, положил и все, закопал, например, вокруг кустов смородины, там или вокруг хвойных растений, подкопал под яблоню, куда угодно. Поэтому это, в принципе, вполне допустимо. Второй минус подобного рода технологий связан, конечно, в летний период и там теплый период с развитием нежелательной какой-то биоты, да, но это мухи, попросту говоря, если упрощать, обыкновенные там мухи, зеленые, падальные всякие, будут там заселяться. И для того, чтобы не заморачиваться относительно того, что там что-то можно класть, что-то нельзя, вот все пищевое, все можно компостировать, все туда. Поэтому мы попросту должны просто закопать немножечко поглубже. Выкопайте ямку не поверхности, чтобы там не 5 сантиметров почвы было на поверхности, а чтобы там было хотя бы сантиметров 20 грунта над этой ямкой, ну, рыхлого такого, ну, хотя бы 15, да, то есть закопайте поглубже. Во-первых, вы этим добьетесь того, что этот компост, это питание, это удобрение получится в таком, ближе к корнеобитаемому слою ваших растений, не будет на поверхности. А во-вторых, ну, вы же туда положите это ведро, а сверху набросаете холмик, да, это не значит, что яму надо очень глубокую копать, но это просто означает, что слой грунта непосредственно над поверхностью этих отходов должен быть достаточно высокий. По мере разложения этот холмик туда просядет, как кротовина, да, внутрь, и все будет очень хорошо. И туда мухи не полезут, собаки не разроют и так далее. Третья проблема, которая есть с таким быстрым, вот таким быстрокомпостом или ленивым компостом, это, конечно же, остатки различных фитопатогенных микроорганизмов на поверхности, там, кожуры, картофеля, свеклы, моркови и так далее. Но это достаточно хлопотно, когда вы там что-то чистите, да, какие-то овощи, и о, с болезнями выбрасываю, без болезней сюда кладу. Слушайте, там же уже микроорганизмы везде, везде, вот они просто где-то вызвали болезнь, а где-то не вызвали, но они уже везде, если какие-то признаки заболевания есть, и парша, и резактония, и все-все-все болезни, все передаются с этой кожурой, очень много болезней передается, скажу, на поверхности с кожурой. И когда вы локально создаете высокий инфекционный фон, в этом нет ничего хорошего. При классическом компостировании вот эти все болезни вступают в конкуренцию с микроорганизмами, которые отвечают за компостирование. В фазе разогревания они вообще могут физически уничтожаться из-за этого разогревания, поэтому классический компост редко представляет собой угрозу в части содержания там фитопатогенов. Ну а вот такой компост, особенно если вы картофель почистили и на овощную грядку, в том числе где будет картофель расти, выбросили, это, конечно, представляет угрозу. Поэтому вот подобного рода очистки какие-то, ну тут два варианта есть. Первый вариант, вы очистки овощных растений несете под яблоню, под смородину, под землянику, потому что большинство, ну есть общие, конечно, там серые огни, те же фузариумы могут быть общими, но все-таки это не так страшно, да, то есть под яблоню закопали, под смородину закопали, ничего страшного, то есть ни резоктония, ни парша, ни какие-то гнили бактериальные овощных корнеплодов не тронут там, да, или капусты. И второй вариант, это использовать в обязательном порядке антагонистические микроорганизмы. Выкопали где угодно яму, уже не думая о том, где эту яму копать. Выкопали, заложили туда вот эти все отходы, пролили сверху триходермой или сенной палочкой, или одно, или другое триходерма, это и триходермин, и фунгилекс, сенная палочка, это и бактогены, бактофиты, гомейролерин и так далее. Пролили и закопали. В любом случае препараты содержат в себе антибиотические вещества, которые не будут позволять развиваться целевой патогенной микрофлоре, не будут мешать развиваться компостирующим микроорганизмам, которые отвечают за гниение, за переработку, за высвобождение минерального вещества там, и будет все очень хорошо и замечательно. Ну и в конце скажу вот о чем, что многие эти отходы консервируют с помощью лактобацилла. Это те же, это может быть препарат Байкал, это может быть сок от квашеной капусты, это все одна и та же лактобациллус плантарум, да. Вот им нравится делать такую высокую кислотность там, они тогда не пахнут, не разлагаются в процессе хранения, хотя можно в пакет полиэтиленовый тоже завязывать, чтобы не пахло, складывать где-то в прохладном месте, ничего страшного, как будет повод поехать закопать, закопать. Ну, в принципе, это не великая беда, но в целом это не является таким уже благоприятным фактором для улучшения качества этого компоста. Слишком высокая кислотность нарушает первые фазы компостирования впоследствии этих остатков, ну, просто, можно сказать, задерживает сроки разложения этих остатков кухонных в почве и в некоторой степени способствует сохранению патогенных микроорганизмов. Мы об этом когда-то говорили. Поэтому, если вы хотите уменьшить неприятный запах, который в квартире может или там в месте хранения этих отходов, используйте лучше всего триходерму. Подсыпайте зернышки триходермина, проливайте немножечко фунгелексом, раствором 1 к 100, чуть-чуть увлажняйте, и он будет там постепенно развиваться до тех пор, пока вы не внесете его в почву. Тем самым вы создадите не только такой консервирующий эффект, но вы также и превратите ваш вот этот субстрат в замечательный биопрепарат, который будет потом источником распространения ценных, агрономически ценных бактерий, которые в значительной степени улучшат качество вашей почвы и улучшат состояние растений. Ну и дам вам подсказочку, что такой замечательный препарат, как азотовид, является также источником подкисляющих микроорганизмов, и фосфатовид также является источником подкисляющих микроорганизмов. Их вполне можно использовать вместо препарата Байкал с целью консервации вот этих самых отходов. Что ж, пользуйтесь этим методом. Это хороший метод со своими нюансами, и я тоже им пользуюсь и очень-очень доволен. Что ж, на этом прощаюсь с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok